Что делать, если суд вынес решение снести незаконные постройки в частном секторе? Жители нескольких улиц в посёлке Держинский предпочли ничего не демонтировать, а сделали ход конём. Они вынесли на публичное слушание вопрос о переносе так называемой красной линии. Таким образом, участки вместе с незаконными постройками перед элитными коттеджами становятся законными. В случае установления и принятия этой красной линии, жители могут перераспределить свои земельные участки, то есть увеличить их размеры, то есть вот эта вся зона, она попадёт в налогооблагаемый дом, они будут платить за это. Эти вот границы, заборы существующие, они существуют более 15 лет. Они просто неупорядочены. Владельцы этих коттеджей уже самовольно захватили земельные участки от своих домов до дороги, перегородив тротуары и полисадники высокими заборами. И на публичных слушаниях кадастровый инженер, как на голубом глазу, заявила, что ничего такого страшного в этом нет. Достаточно просто перенести красную линию. При этом она отметила, что неизвестно, существует ли вообще данная линия. Когда мы видим действие нашего лукавства, мы должны понять, всё-таки существовала красная линия, скорее всего, существовала. В момент постройки многократных домов было ограничение. Не попались в слово сказать, скорее всего, что жители вот этих домов вышли за красную линию. И теперь мы хотим, наверное, выйти с предложением, чтобы расширить, да? Я правильно понимаю вопрос? Кадастровый инженер пыталась давить на то, что дома стоят здесь давно, и что расширение участков пойдёт на пользу не только жителям элитных домов, но и муниципалитету, мол, увеличатся налоги. Но, во-первых, это не такая крупная сумма. Во-вторых, элитным коттеджам не больше десятка лет. Ну а в-третьих, если сейчас поддержать этот вопрос на публичных слушаниях, то потом все жители частного сектора захотят присоединить к своим участкам ещё по кусочку и не скажут, что делать этого нельзя. Прецедент будет создан. Это совершенно новые дома. Это, во-первых. То есть люди прекрасно понимали, где они строят. Они нужно понимать, что прежде чем строить объект капитального строительства, необходимо получить разрешение на строительство и необходимо в обязательном порядке привести межевание территории, да? Если человек межует территорию перед строительством, он прекрасно видит, где находятся красные линии. Штраф – это лишь санкция статьи, а не… Понимаете, сам факт того, что земельный участок уже захвачен, да, захвачен либо хозпостройками, либо заборами, он уже есть. И сейчас нам предлагается фактически легализовать эти земельные участки для собственников тех капитальных строений, на которых они расположены. Это, во-первых. Во-вторых, давайте все-таки вернемся к красной линии. Если вы говорите, что когда-то она была в 60-х годах, то вы обязаны предоставить эту информацию, где же она все-таки была и куда мы ее переносим. Это очень важно. Это также важно для понимания, насколько переносится красная линия. Если вы говорите о том, что мы не знаем, где эта красная линия была, но она была когда-то, то это тоже лукастот, поскольку тогда все сегодняшнее публичное слушание, оно нелегитимно. Мы не можем сегодня проголосовать за перенос красной линии, если мы не знаем, где изначально эта красная линия была. Депутат Александр Лисин предложил снять оба вопроса по переносу красных линий с публичных слушаний, и присутствующие поддержали данное предложение.